Этап номер раз. После того, как сняли немногочисленные чешуйки у зеркального, будем считать, карпа, его надо натереть солью для того, чтобы снять слизь. В процессе снимания слизи, после того, как его натерли солью, протираем салфеткой. Каждая школа говорит свое. Кто-то хочет брюхать, кто-то со спины. Я объясняю, почему я режу именно со спины. Если мы посмотрим, вот, рыба. Так, вот, и человек имеет двигательный аппарат. Вот, у нее работает хвост, и вот у нее работают вот эти полуники. При этом вот здесь они очень плотно прикреплены. Вот здесь кожа. Снимать в этом месте, всегда рвется, если снимать отсюда, с этой стороны. И, к тому же, здесь мясо тонкое и тяжело отделять. Спинка, в отличие от этого, она толстая. И, в любом случае, вот этот плавник, если мы начнем отделять отсюда, он нам будет мешать. Поэтому я не дожидаюсь, пока он нам будет мешать, и скрываю. То есть, всякие эксперименты с ножницами отстричь его с тушки мы не делаем, мы его срезаем. А там внутри останутся кости. Смысла состревая, делать его с тушки, шмушки, никакого нет. Его надо вынуть целиком, для кости в рыбе фаршированной, не переваривая. Вот этот варенчик, теперь делаю то же самое, вот с этой, вот он. Иду, иду, иду до головы. И теперь, вот он, я руками его соберу, провожу вот здесь. Пальцами. Пальцами. Вот он руками, видите, он выходит целиком, с его костями. Вот эти косточки, вот они, вырываем, с корнем, с молоткой. Абсолютно кровожадными. Так что его голову уже здесь. Есть специальная мисочка с рыбными запчастями, которая пойдет для нажористости, наваристости бульона. Для желатинчика. Вот эти все, что у нас обвалились, туда же. Это все не выбросили. Все, теперь начинаем это самое интересное. Ножик, который обычно для овощей используют, я ничего не путаю. Да, 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 для овощей. Вот мы здесь, мы посмотрим сюда рыбу, мы видим, вот торчит его позвоночник уже. Сейчас я его крупню, чтобы мы увидели, как он там торчит. Вот он. Я сейчас иду ножом вот так и прорезаю. Фактически мы отрезаем ребра. Вот, отрезаю так, чтобы рукой чувствовать ребра. Вот, видите? Вижу. Ребра. А вот эта штука, вот она, и здесь рукой я прошла. Это вот от этого плодника, который вы вынули, это его нижняя часть, которая прикреплена к нему, позвоночник. Да, да. Значит, вот, позвоночник освобожден. Я начинаю с центра, здесь меньше слева прикреплена кожа. Максимально близко делаю надрез, хотя это совершенно не принципиально, потому что потом это можно все снять. Мы ее подцепляем кончиком ножа, а потом просто пальцами отделяем. Я делала вот надрез, вот он. Теперь смотрите, я иду к брюху и вот так вот веерообразно действую рукой. Видите, как она сразу отходит, еще раз. Я засунула сколько можно, вот так, вот сюда. И пошла веера разной рукой наружу. То есть вглубь и подцепляем, и оттуда изнутри действуем. С веером сюда, то есть я не копаю туда, это бесполезно. Я действую так, да, вот сейчас мне нужно тряпку, чтобы держать, с маслеточкой, чтобы не скользила. И я пошла снова, вот он легко-легко отделяется. Никаких проблем нет, дошли до конца, тут легко порвать, поэтому я до конца вот не иду, вот, все, осталось. Все, этот кусок вот, вот я топлю, и пошла сколько палец входит. Вот он, раз. То есть мы пальцами доходим фактически до брюшка? Да. Главное помнить, вот эти вот плавники, которые держат здесь очень плотно кожу, можно их поправить. Ну и заправиться тоже не трагедно. Но, тем не менее, желательно этого не жрать. Вот такие вот обуви. Все, видите, оп, пошла. Оп. В голову легко они ляются. Да, действительно. А именно потому деляется легко, что я разрезала со спины, а не с брюха. Все, кто мучаются, снимая кожу, они разрез делают с брюха. И очень от этого страдают. Это традиционно. А вот, понимаете, я не люблю. Потому что, опять, уже подошли, уже подправник. Видите, я его вхожу и не трогаю. И я подошла теперь к голове. Голова, понятно, что у нее с такой же здесь племка. Я не стремлюсь, чтобы прямо вот она вся ушла. Даже если что-то осталось, я потом ее спокойно сниму. Самое главное в данный момент, все-таки, без дырок обойтись. Так, поедем дальше. Это осталось. И страшно, совершенно. Теперь надо, вот, смотрите, голова. Вот тут у головы есть вот такая дуга. Жаберная. Жаберная дуга. Это жаберная дуга. Нам надо ее аккуратненько обойти. Элементарно. Вот я внутри прорезаю. Вот так. Все. Вот я все подрезала. Пока. Могу еще вот так ножничками чикнуть. Все. Видите, вот она уже все. С этой стороны уже все свободно. Теперь мы делаем то же самое. Реверс. Табляем сейчас. Делаем на нас. Серединки. Та же самая серединка. Вот она. Вот я тоже самое делаю движение. Засунула и наружу. Не вовнутрь, чтобы оборвать кожу. А вот сколько вошло, что-то засунула. И потом перстами. А потом уже идут персты. Вот, перчат. В районе хвоста. Где вовремя остановить? Лучше вот здесь. Не доходят в сантиметр где-то. Тут очень тонко все. А мышцы тут очень крепкие. Меркоз же работает уже. Рабочий орган уровень. И она накачана. Накачана. Да. Он же накачан. Поэтому я где-то вот так и остановилась. Все. Хвост я уже освободила. Я знаю, что многие вообще этого дела не любят. Вот, перчатки как-то я усыновляю. Я тоже так считаю, что перчатки мы потом все помоем, у нас будет все красиво, потом все положим. И розочки из морковки сделаем? Нет. Я не делаю розочки из морковки. Черт побери. Значит, посмотрите, вот я попутно уже кусок мяса оторвала. Вот у меня это чистая мисочка. Я туда кинула. Так, ну вот теперь фокус начинается. Теперь нам надо шкуру снять и оставить петушку снаружи. Да, совершенно верно. Вот теперь я иду к хвосту. Этим прекрасным ножичком провязаю до кости. Я чувствую, что я нашла до кости. Вот эти замечательные ножницы для электриков, купленные в хозяйственном магазине. Действительно. Они замечательно режут кожу. Кожу нет. В России это в свое время называлось секатор. Это не секатор. Секатор, извините, для веточек. А это для электриков. Замечательная вещь. Рекомендую всем иметь дома. Все. Значит, смотрите. Хвост освобожден. Вот он. Так. Проверяю, чтобы с этой стороны. Тут его немножко держат. Тут у него шкурки. Мясо. Сейчас мы его... С этой стороны я не подрезала мясо. Сейчас мы его подрежем. Так, это нам уже можно в сторону пока положить. Так. Все. Здесь я подрезаю мясо. Вот. Так. Теперь очень аккуратно. Вот этот плавник. Он очень хорошо держит вот эту мышцу. Поэтому тут я рекомендую тоже все подрезать. Не экономить, не жадничать. Ничего страшного. Добавляем на кожу тот кусок хряща, который держит плавник. Мы вырезаем аккуратно. Чувствуется под ножницами, под ножом, что он вот здесь вот есть. Я его не рву, я его отрезаю. Я потом с ним расправлюсь. Не страшно. Совершенно не страшно. Подрезали. Вот. Видите, уже оголяется брюшка. Но это не страшно. Опять же, все это идет правильно. Подрезаем кости. Наши ножнички для электрика. Вход. Не мучаемся. Перекусили. Откусили. Красота неземная. Вот у нас есть шкура. Но у нас сейчас пока что еще голова не почищена. Значит, сейчас мы... Если в магазине не удалили жабры, то делаем это сейчас. Ну, делаем это сейчас. Делаем это. Вот отсюда. Таким образом у нас в сухом остатке есть рыбья тушка, которая еще не филиана на костях. Кожа с башкой, отложенная для последующей обработки, выдирания мяса и начинания зашивания. И миски, в которых есть остатки рыбьи для того, чтобы бульон был понаваристый. Кусочки мяса, которые мы потом превратим в фарш. Удобнее такие штуки делать филейным ножом. Да, у меня такой тоже есть, от тескома, кстати. Да, он очень хороший. Хорошо держит заточку. Вот смотрите, видите, он так режет замечательно. Вот он, раз, два, три. То есть со спинки удираем. То есть мы начинаем с серединку и кусок со спинки. Просто идем по ребрам. Повторяем с другой стороны, по серединной линии разрезаем, снимаем спинку. Это, кстати, очень легко. Хороший нож снимается чисто. Без каких-либо... Смотрите, оно там само как раз-два, и вот оно у меня в руках. КОНЕЦ Полученное бескостное филе нарезаем на кусочки, которые в состоянии проглотить мясорубку. Без проблем. Нет, ничего. Вот после этого я это нарежу, я это положу в морозилку. Ну, надолго. Для того, чтобы оно лучше прожевывалось мясорубкой? Ну, конечно. И потом рыба очень нежная. Она быстро перегревается. Начнем ее молоть. Белок начнет сворачиваться. Это совершенно нормально. Значит, за кадром осталась тема под названием «Нарезать одну луковицу на каждые 500 грамм фарша». Крупно. И ее спассеровать не до румяности, только до прозрачного состояния. Вот оно. Замечательно. И лишний жир надо сметить. Понял. А на растительном масле, на томленном масле, на каком угодно масле? Нет, нет, нет. Ну, давайте. По еврейской традиции какое-то пленое масло. Соградите. На каждые полкило, предусмотрительно, идет чайная ложка соли. Я думаю, считаю, что это не 900, потому что чуть меньше. Итак, 2 чайные ложки соли. По столовой ложке мацы. Вот так. Раз. И два. На каждые 500 грамм по чайной ложке соли и по столовой ложке мацы. Окей. Сахар. И пол чайной ложечки сахара. В нашей ситуации почти целое. Ориентируемся все на тот же фарш. Да, на весь фарш. Окей. Вот, почти целое ложку сахара. И черный перец. И в него и в рейской кухне никуда. Пропорции черного перца по вкусу? Нет. Столько же, сколько сахара. Столько же, сколько сахара. С фаршом получается такой, я считаю, достаточно легкий. Вот он хорошо перемешивается. Так, мы имеем большую такую мешочную иглу, правильную. Нитку хлопчатобумажную в один слой. И рыбью шкуру. Нитку предварительно смочили в растительном масле. И теперь занимаемся штопанем рыбной шкуры на предмет придания ей формы чулка. Будем, так сказать, с обратным швом шить или это самое, тамбурным? Вперед и тонкой. И туда. К шарикам. Удобнее шарикам просто. Вот там фашка чашна плотненькая. Вот он идет туда. Без фонотизма. Без фонотизма. Вот вообще, детская игра. Вот так. Вот так. Все. Положили, мешка выпрямили. Так. Вот. Рукой аккуратненько. Не напрягаем. Не уныслите. Пропихнули его. Пропихнули аккуратненько. Вот здесь еще немножко. Все. Открыли. Поехали снова. Чай 2. Так вот фарша положили в кураль. Вот же целиком попал в рыбу. Мы ее зашиваем до упора. Упор у нас в голове. Упор у нас даже голова немножко разрезана. Мы ее сейчас и голову зашьем. Это вот иголка у нас такая очень хорошая. Видите, она все берет. Хорошая иголка. Хорошую иголку. Тут я голову разрезаю. Сейчас я ее как разрезу, так и не вытхлежу. Лена, у вас пропал великий хирург. Обрезки, кусочки плавников и так далее. Сваливаем на дно кастрюли, в которой им предстоит вариться. Причем туда же могут пойти головы от предыдущих рыб, которые по каким-то причинам не были переработаны. Мы с золотыми ломтиками своколка. Сыраем. На слайсере. Шинковка. Я предпочитаю по-русски говорить с русским термином. Мы в Израиле говорим по-русски. Это мы в Израиле. Да. Решетки для того, чтобы рыбья коза не прилипла к овощам, мы воспользуемся фольгой. Лучше ее сложить вдвое. Мы не распонаделываем вилкой? Обязательно, обязательно, конечно, будут дырочки. Вот мы это делаем. Вот так. Все. Теперь мы ее хладим так, чтобы она вот так вверх включается. Из-за того, что... Коротковато кольчур. Коротковато, по сожалению. Можно немножко вот так рыбу присобрать. Можно ее еще кругом положить. Нет, нет. Она может попнуть, и потом это некрасиво на блюде. Я же потом выкладываю на блюдо. У меня надо, чтобы рыба была рыбой. На такое количество рыбы берем 2 литра воды и добавляем в нее 1% соли, 20 грамм. Так, чтобы до середины рыба была покрыта водой. Ну, чуть-чуть. Ну, разве что еще чуть-чуть. А там надо еще чуть-чуть соли, значит, неинтересно. Вот так. Секунду, сейчас мы дело приблизим, чтобы было ясно, где заканчивается рыба, начинается вода. Все. У нас лавровый лист разломан, поэтому прилистну тут 2 листочка. Вот мы так туда. То есть без фанатизма совсем. Нет, нет, нет. Ну, зачем надо, мне надо. Вот так вот так. И, скажем, 4 горошки такие вот. Гвоздику не кладем. Ни в коем случае. Это рыба, это что-нибудь другое. Можно еще черный перец положить. Опять же горошком. Горошком, да, все. Так, все. Выкрываем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова